Всем привет, с вами Лиза и сегодня я расскажу о наборе геймера. Мышка Cougar Revenger S10 и коврик Cougar Arena X. И о них мне действительно есть что рассказать. Все как обычно, это будет перечисление главных плюсов и минусов набора. Если нужен более детальный обзор, то ссылочку оставим в описании под видео. Ну а теперь к делу. Это если что не комплект в одну позицию. Коврики мышка продаются отдельно, но их можно приобрести вместе менее чем за 2000 гривен или же 80 долларов. Для начала разберемся с ковриком. Cougar Arena X великолепен. У него отличная прошивка по периметру, большие размеры, очень скользящая поверхность там, где нужно, сверху и абсолютно прорезиненная и не скользящая там, где еще нужнее, снизу. Длина коврика метр ровно, ширина 40 сантиметров, толщина 5 миллиметров. Им можно спокойно покрыть большую часть стола или вообще весь стол в длину, если он у вас небольшой. Плюс износостойкая поверхность и стильный принт, что приятно. О мышке рассказ будет длиннее. Revenger ST выглядит красиво, изящно, отлично подходит под правую руку и превосходно ложится в хват. В частности, за счет прорезиненных боковых областей. Мышка выглядит привлекательно даже без включения, а после включения она просто изумительно красива. Тема Cougar Revenger ST проста, а GB везде, где только можно. А именно, снизу по периметру, в логотипе под ладонью и даже в центре колесика. Особенно красиво выглядит нижняя область, состоящая из примерно 20 отдельных светодиодов. И сияет она, как мне кажется, наиболее правильно даже тогда, когда рука лежит прямо на ней. И разумеется, все области можно настроить и даже отключить. Это делается через фирменное приложение Cougar UX Software, в котором отрегулировать можно и яркость, и режимы работы. Там же, кстати, можно изменить и назначение клавиш, которых у мышки всего 7. Две основные, килькабельное колесико, кнопка переключения DPI и две боковые кнопки, которые изначально заточены под функцию вперед-назад в браузере и проводнике. На кнопку DPI изначально прописано 4 профиля чувствительности. 400, 800, 1600 и 3200. Поэтому, если вы играете, скажем, на 1000 DPI, то сразу качайте приложение и меняйте все это дело под себя. К счастью, настройки сохраняются в мышке, имеющей встроенную память 512 килобайт, причем хранить можно до трех профилей, которые, естественно, задаются в UX Software. И последняя приятность – это комплект поставки. В нем, помимо рекламных материалов, есть запасные виниловые ножки, что сложно переоценить. Все-таки, даже у флагманских моделей конкурентов, порой ножки нужно докупать за сумасбродные деньги, если они вообще имеются в продаже. Тем не менее, я не могу рекомендовать Cougar Revenger ST для заядлых профессионалов киберспорта. Сенсор тут оптический, PixArt PMW3325. И для супер-игроков его производительности может не хватить, но для обычных домашних геймеров вполне достаточно. Ну и простой кабель без оплетки тоже слегка печалит, но тут дело вкуса, кому как больше нравится. Подводя итоги, коврик Cougar Arena X рекомендуем всем, у кого он на стол поместится. Мышку Cougar Revenger ST рекомендуем игрокам среднего, скажем так, вовлечения. За свою цену это одна из самых, если вообще не самая красивая геймерская мышь, которую можно приобрести. И маленьких плюсов у нее достаточно. Не рекомендуем мышку профессиональным киберспортсменам, но для них у Cougar есть модели подороже и ощутимо более оснащенные. На этом все. В комментариях напишите, нравится ли вам настолько мощная RGB подсветка в своей мышке, или же вы любите что-то подержаннее и менее яркое. Не забудьте также поставить лайк, подписаться на наш канал и жмякнуть на колокольчик, дабы не пропустить наши следующие видео. Также выражаем благодарность магазину KFIT за предоставленное помещение для съемки. Ссылочка на него будет в описании под видео. С вами была Лиза и канал RootNation. Пока!